Когда жил Феопан Прокопович, потом, соответственно, дача принадлежала императрице Елизавете Петербурге. Потом было время застоя, здесь практически никого не было. И только в 1845 году здесь вновь обрелась жизнь. Когда архитектор Штекиншнейдер заново обустроил усадьбу, дворец и прилегающий ко дворцу парк. Сделал прекрасную террасу со спуском на Круговской дороге и дальше к запуску. Мартию, короткий сетом барочных тридцитов, это была регулярная тридцитов, сделаны баскеты, кофтеры, украшали сад скульптуры. Музыкантов в барочных кафтанах, костюмах. То есть это была такая барочная рюминесценция в стиле середины 18 века. Интерьеры были оформлены в стиле Людовика 15. То есть они, если у фасады произвели впечатление, да, пышностью отделки, рестрифовки, мягочистые, разорваные там тонны, там пышностью, да. И вот свои продукты, да, порочные, да, с вооружением. И вот и еще более обычная была подъемка, более тщательная, тонна. И Александр Николаевич много времени проводил здесь. Он любил свою сестру, Мария Николаевна. Они ходили к друг другу в гости. Вот, они были по духу очень близки. И об этом говорит их жизнь, и Мария Николаевна, и затем Александр II. Вот Антон Александрович, может, расскажет пару историй. Есть замечательная иллюстрация аквареев Василия Садовникова, которая воспроизводит, как выглядело это место в середине 19 века. И был мост, каменный мост, который связывал церковь и, собственно, удачу. Иван Владимирович, ну, что я могу добавить? Как выرчините? Выelujah. Ну, отлично.